У нас все поуезжали. Через телефон в интернет захожу, в одноклассники, кто в Славяногольск уехал, кто на море в Крым поехал, кто тоже в родственниках, кто в Москву, кто куда. Все разбегались, у кого дети маленькие, все. Потому что невозможно, это же дети. Есть, которые пооставались. У меня Кума, например, она живет вообще под Карачуном. У нее двое детей, ей ехать некуда. Они родственники, они из Западной Украины. Они с ними поссорились по мужу Алине. Матери у нее нет, она сирота. Все, им ехать некуда. Двое детей, 7 и 4 года. Сидят под этим Карачуном в доме. Я не знаю вообще. Потому что на связи звонить им очень дорого. Я заходила в контакт, в одноклассники. Она там давно не выходила. Света же нету. Они не могут ни заряжать, ничего. Ни света, ни воды нету. Магазины все закрыты, ничего ж не поступать. Ни продовольствия, ничего. Вот уж там какая-то картошка, паста, вас. Если в своем доме вода, то есть, понятное дело. Какое-то мясо, может, жирность. А так нет. Здравствуйте. 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 А вы откуда приехали? Мы с Славянска. С Славянска. На машине мне приезжали. На машине, да. Мы через Славянске проехали. А когда вы выехали? Мы границы пристегли с 7 числа, еще более или менее. С 7 числа. Мы часа полтора, и с границы мы отъехали. Вот этот штурм вы застали, как бы, да? Мы все это видели, конечно. У нас родители до сих пор там, в Славянске. Все это мы видели. А как малыш переживает? Заикается. Заикается. Самолеты все это, да? Конечно, самолеты. Ну, если в машине раньше я вот сидел. Даже мы в Москве вот сейчас были, мы от самолетов прятались с мужем. Мы взрослые. Самолет летит, мы были в Валаши, в парке. Мы с мужем под пустыней, под так уже, уже ассоциация. Страшная вещь. Мы над нами даже истрелили. Остановились там, в стройке. Ну, как бы, их не что-нибудь. Ну, все шувались. Это что, вы боитесь на стройке какой-то охраны или что-то. А мы вот так вот все дергаем. Ну, у нас особенно самолеты не летают. Ну, мы от пассажирских шуваемся. Любой звук. А вы почему именно сюда шували? Ну, это же... Мои родители просто отсюда. Мои родители отсюда. То есть, родом. Мы приехали, а дома уже того, конечно, нет уже. Давно никто не жил. Дом здесь разбомбили на этот... На дрова уже. На дрова пустили старые. Ну, я по привычке разбомбила. У нас тут, может, стало бомбить. У нас тут с работы тоже не звонят. Ну, ничего, как бы, бедно. Так, кто будет звонить? Сейчас все позакрывалось. Всех, где их, кто и работал. Мы, может быть, когда, можно, ну, предупредили начальника, что мы уезжаем. А мы возвращаться не собираемся. А вот как вот эти последние дни, когда оставались в Славянске? То есть, ну, там... У меня родители вообще два месяца жили в поле. Два месяца. У меня свои родители. Проблемы с продуктами, да? Продукты, конечно. Продукты в магазине. Там вообще ничего нет. Они у поселки Жатуда, Семеновки. Там вообще ничего нет. И кладбище разбомблено. У меня брат походил на кладбище. Они же не дают ничего не заезжать. То есть, машинам ничего, то есть... Ну, так если лежат люди, которые даже раненые, они же не подпускают даже скорые, чтобы скорые подъехали. Вот когда на царице на бомбежке была, самолетов когда бомбили, то скорые стояли на готове, чтобы ехать забирать раненых. Ну, это ясно. У нас все... У нас все... Девочка пять лет. Вот так вот ополченцев много? Да. Ну, ополченцев как? Ополченцев, в принципе, как? Их не хватает все равно. У них не хватает техники. Да. Орудия. Не хватает. У них там и сверху. Именно, что они сверху и вверх. Вот на той неделе очень много. У нас в руках был фонарик, дубинка и ракетика. Это все. Это все с черума. Не, бтаеры уже были. Они повосстанавливали, которые стояли... У нас пушка стояла возле музея. И тут. Вот я в Вашкорде проходила, тут БТР стоит и я так беру. У нас бы... У нас бы уже защищали. У нас бы уже защищали. У нас бы уже защищали. Кирюшенко. У нас у нас. Вообще-то никакой поддержки там, да? Какая-то поддержка есть, кроме ополчения, что-то есть. А что? Мы первое время вообще негде понять, кто с кем воюет, за что воюет. У нас в Славинске это было спокойнее. Ну, предположить все это не могли, конечно, как-то... У нас даже в начале ополченцы люди шли на работу, заносили завтраки, понимаете? Там термосы, чай, сигареты там пацанам приносили. А потом уже поняли, что люди, они не смогут просто отбиться просто-напросто. Своя, на своих. Да? Уже поняла, что подмога, вся техника огромная. Мы не просто когда, ну не побежим, ну быть этого не может. Ну-ка, если не с Града, все это фигарит, потом эти фосфорные бомбы, это ж... Потому что там, что земли не будет? Там ничего не будет. Там ни детей не будет, если детей делать даже. Да, там ничего не будет. Там экология вклада заражена. А вот, расскажите, вот как на границе, вот этот коридор для беженцев? Немалого коридора, какой коридор? Не, ну как на границе? Как оттуда вы ехали вообще? На границе как? Мы ехали такими путями, у нас муж таксицы, поэтому такими там чигирями мы ехали. Там где мы проезжали, то есть там где стояли, мы ехали там где стояли ополченцы. То есть мы объезжали. Мы объезжали все. Мы проезжали, на нас забыли, вот это так-то. И такой видят, что ребенок пропускали сразу. Даже не проверяющие. Ну что у нас там велосипед, мячик, игрушки, его вещи. Вот так вот все, потому что он по машине лазит, там тоже грудно лежит, он постоянно. А как на российской границе встретили? На российской нормально. Там хорошо встретили, да, там как в палаточном городе, говорят, можете остановиться, там покушать, чай попить. То есть это все реально? Да, да, да. А то пока по телевизору так оно и есть. А нас на украинской границе хорошо даже проводили. Хотя нам потом сказали, что там были чисто битвы. Мы проезжали через Луганскую область. А где вы проезжали? Марков. А, ну там да. Марков. А мы через Довжанский ехали, там даже в украинской границе. Хотя нам ближе было через Харьков. Мы в начале два блокпоста проехали наших. И самое интересное, едем впереди хлопцы. Сидят молодые флаги. Российские флаги. И у Луганской народной структуры сидит хлопец молодой. Мы так, слава богу, наши, слава богу, наши. Все крестьяне говорят, слава богу, наши. А армия наша, это не наши получается. Украинский флаг, тут говорят, ой не наши, ой не наши. Мы взрывем на Украине, украинский флаг видим, если криким, то мы криким, то это не наши. Это не наши. Подъезжаем, вот мы проезжали три блокпоста военных. Один проезжали такой блокпост и танки на нас, на автобусы. Но они правда как, заходили в автобусы. Зайдут в автобус, спрашивают, по списку ли все водители. Он говорит, по списку. Все, проезжайте. И так же где-то остановились, и на нас пулемет поставили. Ну это на удачу, некоторые расстреливали. Вот так смотрят на нас, тут танки, там батаре, куча военных. Тут блокпост такой, ну он такой закрытый. И пулемет он на нас, вот так, на автобус. А детей же куча? Здесь же одна. Конечно, дети, как едут вообще с грудными детьми. Ну таможня, вот что меня поразило, украинская таможня к нам отнесла. Мы подъехали на автобусах, они зашли, собрали только документы. Чисто на русском, нам бежливо, поздоровались, собрали документы у нас. И потом они их провели, компьютер принесли, соответственно, раздали. Даже вещи не смотрели, ничего. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Все ехали, и нам сказали, что это были чисто бендеры. У них не было ни оружия. Я еще говорю, на таможене, безоружие. Вот мы с мужем, часто же каждый год ездим машиной на родину, да? И думаем, они всегда с оружием были, даже просто, любой. А это они были безоружные. А потом нам... Есть жарма, есть правый сектор. Да, да. И вот эта потом, которая нас сопровождала, спросили, кто на украинской таможне такие были, вежливо обращались. Я там говорю, что это чисто бендеры в Западную Украину. Ну как? Они, говорят, сказали, если малейшее что, мы бежим чуть не подняв руки в Россию. Угу. Здравствуйте. Они в основном расстреляют, они не кипишуют. У них даже не своих раненых добивают, потому что у них нечем лечить. Боже, как добивали у нас всех. Да. Они их скидывают в яму, животы распарывают и все. Они не знают, зачем они животы распарывают. Что у нас было? А также 22 мая, когда на нас напали, и там наше ополчение, ну, помогло в наш город спасти, сразу скажут чеченцы. Сразу прибыли чеченцы. 20 минут ополчения сражалось. Потом прибыли чеченцы. Если б не чеченцы, то уже в наших городах близко там не было. Они же так сразу помогли. Это Славянск? Нет. Это Луганская область. Луганская область. У нас там 6 городов в куче. Мы же в Лисичанске, да? Мы в Лисичанске. Они штурмовали, они хотели пройти с этой стороны, не от Артемовска, а от отсюда. Да, они же краснили Монзаль и хотели отсюда пройти с этой стороны, чтобы занять. А тут же одни мосты северские. И вот они пошли штурмовать. А мосты все еще перед этим заминировали. Шахты взяли. Для динамитов эти. Все мосты заминировали. И вот они в 4 часа утра начали штуку. И пустили на мост. Первую молодежь. Наркотэ полностью. Они шли. Они армию пустили. Они ничего не понимали. Мне рассказывали, который там в ополчении был. Идет парень молодой, тащит пулемет. Он даже не снимает. Куда идет? У них глаза стеклянные. Они были полностью. А сзади шел правый сектор. Они пустили это мясо. Это эти люди осознанные. Да. И вот когда, потом говорит наши, когда собирали этих раненых, лежит мальчишка. Полтуловища. Ног нету. Нету. А он не осознает, что у него ног нету. Он не осознает это. Он разговаривает, разговаривает. А потом, после нападения первого утреннего, собирали вот эти пакетики из-под наркоты. Отправляли их на экспертизу. Никто не знает, что это за синтетический. Это же с Америки. Это все присланы. Какой-то синтетический наркотик никто не может определить. У нас такого и нет. И потом, они своих, сколько вот этих, своих этих военных, отправили. На полетах выкидывали в лесу. А потом, они показывают, женщины в Житомирской области плачут. Мужей же забирали на переподготовку на 10 дней. Говорят, ну мы уже забрали. У них же телефон сразу забирают. Да, телефон у них нет. У нас двое деток. Говорят, не знаем где. А я плачу и смотрю. Говорят, в Житомирской области. Говорят, вот в нашем лесу. Их столько там. Столько там у нее. Ивана Франковская, это Черниговская. Да, все. И они плачут. Жены не знают, кем уже я. Как показали по Окраинскому телевидению. Смотрите, как Черниговая. Это какая-то военная часть. Материалы падают под автобусы, чтобы не отправляли вот этих молодежь. Они повели это, им без разницы. А вот, я же говорю, когда первый день наши ополченцы взяли в плен тех молодых. Ну вот, мы делаем не армию, а вот, которых заставляют идти воевать. Мобилизовали их и все. И они их отпустили. Сказали, хлопцы, бегите по домам. Они говорят, домой нам в семь-восемь лет. Ну, у них с оружия забрали вот эти, как там, макосины. Ну, где патроны лежат, да? Патроны их забрали. Они говорят, я тебе за оружие мы придем, нас сразу свои убьют. У них забрали это. Их накормили, напоили, хлопцы, возвращайтесь по домам. Они поехали, ну и что, их тут же расстреляли свои, все 30 человек. Всех расстреляли своих. А вот такой вопрос. А когда совершился, ну вот в вашем мировоззрении, перелом? То, что... На Майдане, я думаю. Майдан. Это все было... Ну, да нет, это даже раньше Майдана был. Это было все... Это спланировано было. Майдан, а потом то, что у нас. Это все было запланировано. Я в начале, когда вот это началось, я еще про Инноковича говорю, куда? Начался Майдан, куда? А он в то время поехал у нас в Китай. Договор с этим. Я говорю, куда ты поехал? Надо в первую сторону. Пешком 3 километра где-то. Что? Что по поводу? Короче, с ними я прекращаю по поводу. Как вас зовут? Алла. А так вот с кем газы, видишь, что там еще происходит? Родители не помогают. Понимаешь? А еще и препятствуют. Как-то тоже может быть, да. Я не знаю, как справляться с данными. Он сам не может быть. Хотя сам ничего не может делать. Я хоть что-то делаю. Может, я что-то не понимаю, что ты делаешь? А сейчас сказали, что за кругом, да. Да? То есть вы тоже всю эту жесть, так скажем, видели, да, Саня? Конечно, с начала, да. Не бритничала, сидела. Она тоже гласит? Да, гласит. И начальник был, все это. Я и вчера сказала, да. Так, приходи еще. У нас в среднем прибавили. Какие? Какие? Как их вы знаете? Ну и мы не знаем. Как вы не знаете? Как вы не знаете? Такое название. Такое название. Надзар. Вы же не первые, не последние. Подождите. Да? Да? Да. Да. Доблестная украинская армия. Да? И все. Защитники. А то, что, вот что у вас там оставило, все же пришлось бросить фактически, да? Они приехали, вот, двое детей, чемоданчик. Да нет, все. Угу. У машины побоялись ехать. Угу. У грузовая машина не рискнула. А там вот, не так, недавно вот это началась полная эвакуация, фактически, да? Ну да, вот, такое сильное началось. Где-то недели полторы, две, да, наверное? Да, не, эвакуация началась еще до нашего отъезда, за неделю. Угу. Это месяц уже прошел. Прям большой поток, да? Да? И большинство людей именно потоками автобусами вывозили до нашего отъезда. Тогда было проще просто. Ну да, тогда просто всех предупредили, то, что будет, ну, реально громить город, села, убивать, ну, все. И, ну, те, которые подхватили сразу, выехали сразу, все успели все, вещи все пособирать, позабирать. Ну, а потом уже все-то надеяться не будут. Катается уже, ну все. Да не его. Далан! Витамин Д просто. Да, да, да. Занит.